всем привет мы снимаем этот ролик 3 марта 22 года я понимаю что все очень быстро меняется но мы максимально быстро постараемся выложить этот ролик на youtube канал собственно говоря чтобы информация постаралась оставаться актуальной вот сегодня у меня в гостях вера вера привет всем добрый день приветствую вера это директор салонов бис интерьер производства индивидуальной мебели так получается что сейчас в современных квартирах и домах практически не обходится без индивидуальной встроенной мебели это шкафы и гардеробы кухни комоды тумбочки столы всяческие встроенные системы и прочее и так далее ну и собственно говоря я позвал веру специально для того чтобы она рассказала какая ситуация именно с мебель на заказ вот и первый мой вопрос он такой чё вообще в салонах происходит люди приходят заказывают как вы себя ведете вы им что доделываете отгружайте не отгружайте бери принимайте заказы не принимать это не один вопрос их прозвучало маслом сейчас народ приходит постараюсь до последовательно ответить во первых народ конечно же приходит и я думаю что делают правильно потому что с той стремительностью с которой сейчас обесценивается рубль то есть стараются как-то зафиксировать до зафиксировать во первых стоимость ну и вложили его принятие и зафиксировать стоимости мы пока вообще в принципе даже заключаем договора по 50 процентной предоплатки хотя многие авансы да хотя многие уже перешли да мы фиксируем и сохраняем стоимости у нас еще не было прецедентов я надеюсь не появится чтобы мы потом меняли после заключенного договора как-то цены единственное условие ну что изменилось в нынешних реалиях что при заключении договора заказчик обязательно должен зафиксировать все материалы фурнитуры то есть такого как раньше допустим а я пойду подумаю какой мне цвет да я не знаю какая фурнитура лучше сейчас это точно не работает потому что сейчас объясню почему сразу же после заключения договора в течение двух-трех часов дизайнер должен скинуть это на производство если на нашем складе каких-то позиций нет мы обязательно закупаем это бронируем сразу же выставляют нам тут же считаем и тут же оплачиваем потому что многие поставщики сейчас переходят ну вот прям по факту то есть если сейчас выставлен счет он может поменяться к вечеру никто никаких гарантий не дает то есть поэтому чем быстрее мы срабатываем тем быстрее ну как бы мы себя тем самым можем обезопасить и в конечном итоге не подвести заказчика это сейчас основное получается но то есть вы стараетесь выполнять свои обязательства в любом случае однозначно значит заказчики приходят стараются те кто делает ремонт или там планировал они стараются прийти сейчас деньги зафиксировать чтобы не потеряла на девальвации на чем-то еще на обесценение не знаю в чем не дай бог девальвации в общем сейчас самая главная задача которая стоит это как-то правильно сказал вложить деньги и максимально обезопасить их да то есть сейчас получается деньги это товар который нужно зафиксировать то есть нет такого что мы там подождем или еще что-то при том что непонятно что с валютой а приходят не только те кто делает сейчас текущий ремонт и не кто откладывали ну в какой-то средне срочной перспективе когда-нибудь мне бы кухню тут поменять или вроде шкаф надо обновить для того чтобы не потерять эти деньги то есть сейчас мебель это конечно не вложение как таковое то есть это не сбережение но это как минимум фиксация от потерь ну понятно да ну хорошо у вас большая компания там склады то есть вы сейчас расход ну скажем так расходуйте то что есть на складах а у вас же продукция импортная но например фурнитура она же немецкая bloom там такие австрийская вот этих там и так далее я можно более развернуто отвечу на этот вопрос в общем что с поставками материалов из которых вы делаете свою продукцию немножко но тут не несколько вопросов это затрагивает во первых это затрагивает сейчас то есть в первую очередь на мой взгляд сейчас выходит безопасность для клиента то есть кому он отдает свои деньги потому что в комплексе эти вопросы звучали да что с поставками материала что там с курсом валют что будет дальше на самом деле все делают осторожные прогнозы ну кто-то там и смело говорит что у нас нет перебоев я имею ввиду из поставщиков но по факту в долгосрочной перспективе в 2-3 месяца мы не знаем что будет поэтому тут для заказчиков важно найти надежных партнеров надежную компанию которая обеспечит то что ему заказ поставят как он об этом узнает вот это вот и сама словно но на что нужно обращать внимание во первых сейчас все компании которые имеют дополнительные расходы там плане аренды кредитов лизингов обременений всевозможных они в первую очередь как бы подвергаются финансовому риску то есть сейчас финансовая стабильность компании она самая важная на самом деле это проверяются это понятно это это все понятно это и раньше было актуально на я хоть я хочу спросить вот у вас же есть свой склад правильно на котором вы держите запас определенный да и мы его просчитали то есть на данный момент мы просчитали что стоимость нашего склада она рассчитана при нормальной загрузке производства на 68 месяцев есть да если мы говорим о том чтобы ну вот это же не значит что мы всех позиции храним на складе то есть часть позиция не заказные мы говорим об общей стоимости склада если мы будем говорить там но а таком сколько заказ заказов мы можем обеспечить до бесперебойно это порядка четырех месяцев это тоже очень большой запас потому что в первых мы эти запасы делаем всегда то есть например фурнитура которая идет постоянно это такая мы используем фирму blum такая например как петли подъемные механизмы выдвижная фурнитура то есть вот это это то что постоянно у нас в достаточно больших остатках на складе то есть даже до всей этой ситуации сложившейся у нас в среднем склад мы старались поддерживать где-то на пару месяцев чтобы ну вот бесперебойная работа сейчас получается на прошлой неделе мы отгрузились на достаточно большую сумму и пополнили все это складские запасы по основным видам материалов то есть это мдф дсп часть столешниц искусственный камень фурнитура и ну вот на данный момент с уверенностью можем сказать что ну вот на бесперебойную работу нам на четыре месяца однозначно хватит но то есть вы не закрываетесь ни в коем случае наша задача не закрываются на они думают как этот товар вам предоставить где его взять и так далее ну то есть вот мысль такая что вы свои обязательства выполняете я к чему что вот например если сейчас кто-то в процессе ремонта да и хочет его быстрее завершить или вот как мы сейчас обсудили не сейчас завершить там да но когда-то придется делать что он может сейчас например прики просчитать проект зафиксировать цену и быть уверенным в том что вы этот материал для него сохраните и соответственно потом все изготовить и при тех ценах при которых вы обговорили это однозначно так но все таки рекомендую сильно не затягивать потому что есть у нас и и раньше было и сейчас есть такие проекты которые идут с реализации более полугода это однозначно не сильно хорошо не для заказчиков не для нас хотя мы фиксируем цены и в любом случае мы по тем ценам поставим но скорее всего в такой долгосрочной перспективе мы еще так не делали на будущее тоже это сейчас рассматриваем с открытой датой на долгосрочную перспективу брать повышенный аванс потому что там ну как бы наши риски увеличиваются понятно что мы закупим обязательно этот материал понятно что мы его проработаем это будет ожидать заказчика но по тем же ценам по которым он заключает договор так и есть понятно у нас материалы которые поставляются вам это же получается дсп мдф краска мдф у нас годовой запас на складе тут мы вообще но вот например завод эгер у нас же в стране находится да завод эгер у нас и на самом деле там даже не один завод эгер этим не должно быть проблемы или все-таки могут быть могут быть проблемы с какими-то отдельными декорами несмотря на то что завод эгер находится в россии и даже не один используют покрытие которое для ламинации она все-таки импортная все эти декоры они приходят как правило из польши и завод тоже имеет свои складские запасы однозначно то есть поставщики европейские не разрывают пока контактов никто не прекращает пока работу я кстати хотел задать этот вопрос то есть вот из ваших поставщиков никто не разрывает контракты вообще что они говорят но у нас тут было время к третьему то марта мы немножко подготовились мы конечно собрали поставщики потому что первые два дня это была очень шоковая тишина потом более-менее все стали прояснять хотя бы ситуацию и какой-то понимание на сегодняшний день у всех есть поставщики не никто вы даже не думает прекращать работать компании европейские с которыми они сотрудничают и заключены договоры на поставки никто не разрывает точно пока договоров и все но как бы настроены достаточно оптимистично потому что бизнесу как нашему все таки так и европейскому это будет крайне невыгодно поэтому но альтернативу все-таки сейчас ищут в чем проблема может быть с доставкой логистически но это какие-то новые пути доставки просто просто будут новые пути доставки скорее всего это будет для ну и для нас и для конечного заказчика дороже потому что увеличится но сам логистический путь появятся какие-то компании возможно да страны бывшего снг да и которые будут конечно тоже стараться что-то заработать и тут будет зависеть от того ну какие внутренние будут договоренности уже внутри вот этого пути но на самом деле эти пути уже обсуждаются я даже от многих компаний слышала что достаточно ну а вариант рассмотреть азиатские рынки там оттуда вести петли дсп-дф краску там еще что но он и сейчас доступен этот путь и его вообще никто не закрывает кроме того что курс вырастет и эта продукция подорожает по большому счету риски с азиатской фурнитуры но в том числе это с китайской да а в принципе ну вот по основным механизмам и по ну там ящики направляющие петли подъемные механизмы выдвижные механизмы есть аналоги но придется немножко другого уровня то есть мерседеса пересесть на киев но на самом деле это неплохо это все равно это фабричный хороший китай они работают уже но не одно десятилетие и на китай вообще много и на европу чего делает я не говорю сейчас про фурнитуру блюма в целом но на самом деле это неплохо неплохая будет альтернатива и возможно ну на какой-то период это будет выходом я все-таки надеюсь что европу для нас совсем не закроют ну принципе можно конечно будет ориентироваться и на китай то здесь поставок но с поставками никаких проблем нет ну и достаточно дружится но по-моему и сейчас воспользуются случаем что-то вы дел что-то вы делаете для клиента но помимо того что фиксируете аванс берете аванс там не сто процентов там а часть какую-то что-то может быть еще или как как вообще планируете в будущем не совсем поняла вопрос мы много чего делаем что конкретно для клиента для безопасности имеешь ввиду не но во первых плане лояльности там да то есть в какой-то помощи возможно но то есть сейчас некоторые компании берут сто процентов предоплаты взяли и типа мы сейчас вам привезем когда-нибудь вот это не очень лояльно мне кажется но мы на самом деле здесь и не лояльно и небезопасно за все 22 уже можно сказать года работы мы в принципе всегда показывали самую лояльную позицию по отношению к заказчикам то есть мы все время первое предоставили рассрочку без процентов за счет собственных средств мы всегда держали говорю складские запасы чтобы соблюдать сроки несмотря ни на что и ни на какие перебои не зависеть вообще ни от кого поэтому у нас полный цикл и комплекс всех услуг именно на нашем производстве а это тоже как бы ну безопасность потому что мы можем сделать все сами мы контролируем и сроки и качества ну в первую очередь сроки и качества и в том числе ценообразования то есть это первое что мы всегда думали этой безопасности ну и говорю мы пока не планируем увеличение аванса просрочки точно не будет и я думаю что сейчас связи с повышением ставки центрального банка сейчас вообще похоже уйдут от рассрочки потому что ну перед встречи с тобой тоже уже обсуждали сегодня была антикризисная встреча мебельщиков и там как раз обсуждалось что ну по крайней мере кто присутствовал на встречу от рассрочки уходят все и вот эта ситуация она зависит ну не от компании конечно в принципе от то от той ситуации которая сложилась и ну вот только наличные средства это конечно для заказчиков будет не очень удобно но по-другому пока видимо никак то есть вы сейчас берете наличными нет ну вот я условно говорю что рассрочки нет то есть через банк сейчас уже не получить рассрочку нет конечно на расчетный счет конечно это может быть наличка то есть тут вообще без проблем никаких изменений по оплате не осталось то есть это может и юрлицо и физлицо цены как-то выросли по сравнению вот до февраль до февраля начало года и сейчас на не выросли тут это риторический наверное вопрос в первую очередь мы все заложники той ситуации которая возникла конечно и сегодня опять же на этой встрече мебельщиков антикризисной тоже там такие небольшие были конфронтация не конфронтация то есть мебельщики на поставщиков почему вы так повышаете цены поставщики объясняют это тем что мы даже закупаем по прошлой цене мы не можем по этой цене сейчас отгружать потому что и нас иначе будет кассовый разрыв мы не сможем закупить новый товар в том же объеме который есть поэтому все перешли на курс центра банка многие компании которые раньше вели прайсы в рублях они пересмотрели их на евро и доллар то есть перевели в валюту и некоторые компании повысили но вот и те кто не привязан был к валюте там прошли повышение от двадцати до пятидесяти процентов и это очень существенно и конечно на самом деле ну вот кто спрашивал насколько мы лояльно и не лояльно относимся к своим заказчикам вот я считаю что тут мы относимся максимально лояльно мы настолько никогда не повышали цены то есть нам пришлось маржинальную свою ну как бы вот эту часть снизить и за счет нее придержать немножко курс потому что допустим вчера часть компании отгружалась уже по курсу 130 евро это просто нереальный курс у нас на тот момент он внутренний стоял еще 110 поэтому ну и вообще у нас как бы части в рублях до сих пор поэтому мы с той прогрессии как повышают поставщики мы так цены не повышаем однозначно потому что мы понимаем что сейчас сложно всем и заказчикам сложно особенно те кто сейчас в стадии завершения ремонта или начала ремонта потому что единовременно найти такие большие денежные средства достаточно сложно с учетом еще в тех повышений которые сейчас прошли ну что остается сказать спасибо за какую-то хоть информацию что вообще происходит я думаю что да я думаю что ну возможно мы еще через какое-то время запишем еще один ролик но когда может быть что-то станет более понятно стаканится возможно пока не знаю но на текущий момент вот такая ситуация в общем если есть вопросы какие-то друзья то пишите в комментариях я постараюсь веру привлечь да я с удовольствием отвечу тем более как бы вопросов много и если они будут адресуйте я конечно отвечу ну и вообще пишите свои вопросы на этом все всем пока подписывайтесь жмите колокольчик чтобы получать уведомления ну и все до новых роликов пока